Всем привет, это Михаил Веган. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я готовлю очень вкусную, даже иногда полезную пищу. И для начала хочу сказать всем огромное спасибо. Это видео я записываю с радостным, с хорошим настроением, под впечатлением от всех приятных, положительных комментариев, которые вы оставляете под всеми моими видео, которые выходят все чаще и чаще. Спасибо огромное. Буду стараться делать для вас их как можно чаще, полезнее и интереснее. А мы начнем готовить сегодня манты. Я нашел два интересных рецепта приготовления манты. Одни делаются с тыквой, другие с картошкой. Я решил в одном рецепте все объединить, сделаю те и другие. Тем более, что технологии приготовления у них абсолютно одинаковые. Итак, на моем столе сейчас очень много всего. Основное, что потребуется. Для приготовления теста просеянная мука, вода, соль и растительное масло. Для начинки буду использовать картофель, тыкву, лук. И также буду использовать зелень. У меня это кинза и укроп. Для приготовления соусов мне потребуются томаты в собственном соку. Сока поменьше, томатов побольше, а также свежие томаты. Буду использовать много чеснока. Майонез постный. Рецепт вкусного домашнего постного растительного майонеза можете найти у меня на канале. Я поставлю ссылку в описании на него. Так что проходите, смотрите. Делать его очень легко и просто. Что еще? Если что-то забыл, расскажу потом подробнее в видео. Ну, как-нибудь само собой. Обязательно чего-нибудь здесь не хватает. Начнем готовить. Тесто для ман должно настояться, поэтому начнем с приготовления именно его. Сейчас все замесим очень быстро и просто. И оставим его постоять 15-20 минут. В просеянную муку я добавляю немного соли сразу же, а также в воду и за ней растительное масло. И теперь все тщательно вымешиваю. Тесто должно получиться очень тугим, но из-за добавления растительного масла эластичным. Замешиваем. Крутое тесто. Вот такое тугое тесто у меня получилось. Теперь оставлю его как полагается отдыхать. Во что его положить? Ну, пусть будет в этой тарелке. И сейчас займемся самым основным от приготовления начинки. Тыква очень твердая. Овощи готовится она довольно-таки долго. Даже если очень мелко ее порезать, то придется около часа ждать, пока приготовятся манты. Поэтому я решил пренебречь советами, не обрабатывая никак термические тыкву. Я порежу ее очень мелко и слегка обжарю с добавлением лука. А вот картофель с луком, в свою очередь, просто будет сырой. И сейчас все, что я сделаю, это нарежу тыкву, обжарю с луком, нарежу картошку. Нарежу картошку, добавлю туда сырой лук. Все это соединю со специями и после этого продолжу. В картошку я порубил лук маленькими, но здесь не сказать кубиками. Тут вообще форма непонятная. Ну, короче, мелко покрошил. Как получилось, неизвестно. Не измерить треугольники, квадраты, прямоугольники. Теперь смешаю со специями, самыми простейшими. Очень много черного перца для того, чтобы был аромат, для того, чтобы было очень и очень вкусно. Ну и, конечно же, соль. Соли вот так. Если любите какие-то дополнительные вкусы, можете добавить. Мне кажется, это вот самая-самая распространенная и самая необходимая смесь. Теперь все тщательно перемешиваю. И эта начинка полностью готова. Уже готовую тыкву с мягким обжаренным луком я перекладываю в тарелку. И сейчас добавлю сюда те же самые специи. И эта начинка тоже будет готова. Приступим уже к тому, чтобы сформировать нашу манду. Правильно сказал? Да бухать. Начинка готова. Тесто постояло. Мы готовы к тому, чтобы раскатать его. Ох! Есть разные способы. Можно катать кругляшки, можно делать полоски, резать квадраты. Попробуем что-нибудь. Еще пока не решил. Разделю его на части. Нет, сначала вот так. Сначала тут мука. Потом разделить на части. А теперь, наверное, буду делать колбаску. Сначала так попробую. Раскатываю вот такие вот кругляши. В них буду класть начинку. Короче, что тут рассказывать. Катаем и катаем на всю свою начинку. Насколько хватит теста, раскатаю. А если еще начинка останется, так съем или куда-нибудь определю. Больше теста делать не буду. Я думаю, у меня здесь штук 20 получится. Наступает самое сложное. Это нужно сделать красивый манду. Вообще не умею их лепить. Посмотрел пару видео. Надеюсь, что получится. Ну и если не получится, но и черт с ним. Главное, чтобы были вкусными и хорошо приготовились. Субтитры сделал DimaTorzok Получается довольно симпатично. Значит, руки у меня все-таки не совсем из... В общем, руки откуда надо. Поэтому я сделаю по пять штук уже и начну отправлять в пароварку. И это будет готовиться вот все вместе полчаса. Потому что тыква готова, но и картошки полчаса будет за глаза. Я еще после 20 минут проверю вдруг и 20 хватит. В моем арсенале есть вот такая вот пароварка, которую я купил несколько лет назад. Рублей за 350. Она хоть и неказистая, но делает свое дело исправно. Поэтому я ей доверяю. Все, что нужно сделать, это немного помочь ей опустить дно мант в растительное масло. И уже после этого выкладывать их прямо сюда, вот в эту секцию. Не знаю, как ее называть. Ну пусть будет первая секция. Итак, немного смазываем растительным маслом. Стараемся не помять. И сюда. Итак, располагаем эти секции одна на другую. И я оставлю, как говорил, на полчаса. И сейчас у нас появляется свободное время, когда можно либо отдохнуть, либо еще немного заморочиться. Приготовим два вида соуса. Один будет томатный, другой белый. Просто белый. Погнали. Первым будет томатный. В блендер отправляем томаты в собственном соку. Также добавлю сюда пару свежих томатов. Ну вот просто вот так вот. Допустим. Раз и два. И в этот соус я добавлю свежую кинзу. Очень вкусную и очень ароматную. Сюда также пойдет соль. Три зубчика чеснока. И я добавлю еще слегка немного растительного масла. Все. А нет, забыл. Еще перчик. Осталось только включить. Ну где-то меньше минуты даже и соус уже готов. Какой-то вкусный соус. Свежий, помидорный. Очень-очень вкусный. Подходит отлично к мантам. Я уверен, что так и будет. Если вдруг вам нужен хороший мощный блендер, вы всегда можете купить его со скидкой в 1000 рублей по примакоду МихаилВеган. Ссылка будет в описании также к этому видео. Приготовили один легкий соус. Сейчас будет еще легче. Соус я назвал белый. Жена конечно смеется. Суть вот такая. В майонез добавляем зелень и чеснок. Вот и весь соус. Я просто добавлю мелко порезанный нарубленный укроп и выдавлю туда чеснок. Все перемешаю и он готов. Такой облагороженный вариант мазика. Капец неудобный. Не мог миску побольше взять. Такой вообще ленивый. Чтобы делать соус, берите миску побольше. Прошло ровно 30 минут. Я попробовал и картофель в моих мантах готов. Все. Теперь пару можно дать волю и свободу. И те, и те получились симпатично. Напишите в комментах, на что они похожи на ваш взгляд. Наконец, после столь длительного приготовления этого блюда, настал самый главный момент дегустации. Я буду есть руками, как хотите к этому относитесь. Но я знаю, что манты едят руками. Плюс они чуть подостыли, это удобно. Их удобно держать, удобно макать или сверху соус. Можете ножом и вилочкой. Как кому больше нравится. Я первый буду пробовать мант с картофелем. У меня ничего не развалилось, кстати. Обратите внимание. Ни снизу, ни сбоку, нигде. Все четко. А сверху такое открытое пространство. О, класс! Это очень вкусно. Это здорово. И можно вот так вот добавить сюда майонеза с чесночком. Отлично подойдет в картошке. Обалденно. Получилось сочно. За полчаса картошка отлично приготовилась. Перчик здесь в тему. Лук сочный. Соли достаточно. И отсюда еще томатный. Тоже с чесночком. Ребята, это сказка. Это сказка. Я вас поздравляю. Обязательно воплотите это в жизнь. Это шикарно. Ну что, попробуем с тыквой. У нас садится камера. Нам надо быстрее продегустировать вот это с тыквой. Он более сочный, более нежный. Ммм. Это вообще офигенно. Тыква сладкая. Лук сладкий. Это очень нежно. Она супер готовая. Супер мягкая. К ней даже соус никакой не хочется добавлять. Тесто шикарное получилось. Офигеть. Почему я раньше это не делал? Манта с картофелем похожа на рецепт ханума. Ну и по вкусу также. Я оставлю ссылку в описании. Рецепт ханума также очень клёвый. Гораздо проще, чем манты. Его можно воплотить. Но манты с тыквой надо делать именно так. Это офигенно. Всё. Просто сейчас всё целиком в рот и съем. Друзья, это без преувеличения очень вкусное блюдо. Я советую каждому из вас его попробовать. Обязательно приготовьте. Оставьте свои комментарии, что вы думаете насчет этого блюда. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал. Поставьте колокольчик. И никогда не забудете посмотреть новые свежие видео. Ну и до новых встреч. Что ещё? Подожди. Прежде чем прощаться, что-то ещё. Да нет, всё. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.